добрый день дорогие друзья сегодня ответственный день у нас наступает величайший праздник емки пур это день считается одним из самых счастливых дней в году у нас их два один называется 15 ава это когда всевышний нас простил и в этот день мы поняли что больше уже люди в пустыне не умирает был последний год пустыне если другие объяснение тому дню и емки пур счастливый день потому что сна снимает всевышний грехи а еще конец грехов ну таких людей к сожалению мы не встретим пишется нет ни одного человека который не разошел бы какой-то даже положительные заповеди нет данным известный из нашей устной традиции что были четыре человека за всю историю мира которые не нарушили ни одной заповеди это был бенемин двенадцатый сын якова амрам отец маше и шай отец давида и телав он был мудрец ламитхахам сын давида вот эти четыре человека ни одной заповеди не нарушили остальные люди к сожалению не выстаиваем что происходит всевышний хочет чтобы мы покаялись и он хочет снять грехи вот он нам подарил для этого праздник емки пур и мы должны естественно раскаяться что за раскаяться сказать что раскаюсь нет так не работает надо просто перестать делать то что мы делаем не так и это уже будет раскаяния допустим наши мудрецы говорят человек ходил какой-то женщине которая ему не позволено вот он должен перестать и вот канал перестал тогда его грех будет снят а можно сказать и сделать нет так не будет я человек должен перестать так поступать на надеяться что всевышний бесконечно будет нас прощать что тора пишет нам своим типор прямой текстуры что мы обязаны в храме принести как в обычный другой праздник один бык молодой один баран семь годового дня без порока и одного козла выкатительную жертву ничего казалось бы необычного ну написано кроме ежедневных жертвоприношений кроме еще животных вы козла которые мы отпускаем с наручным пустыню то съемки пор у нас есть два козла одного приносим храме в речи жертву а второго отводит человек пустыню там где есть обрывы и сбрасывает его с обрыва и он несет на себе все наши грехи вот такое удивительное объяснение называется а за зелю если мы скажем как же что а за зеле тоже не все вышли и наш мудрец и если понимать это как дьявол то невозможно потому что написано в книге шмот только богу следует служить о получается что невозможно и там мудрецы знают что это скалистая скала с которой сбрасывали козла так и на завтра называется азазель так вот кроме того что надо еще приносить жертву написано что если первосвященник совершит ошибку то он приносит жертву быка и необычно он его приносит обычно если человек приносит жертву животное то его кровь наносится обмазывается возвышение по углам жертвника так называемая рога жертвенника и жировая часть сжигается остальную часть едят коины и это жертва высокой святости из храма вынести нельзя но не тут то было с быком за первосвященника написано что взяли его зарезали взяли крову обмазали возвышение по углам жертвника и кровь вносится в святилище в сам храм брызгается в сторону завесы отделяющие святилище от святая святых кровью один раз вверх шесть раз вниз потом подносится эта кровь жертвеннику для ароматных воскурений золотому жертвнику обмазывается возвышение по углам жертвника остальную кровь выливает на основание жертвника все сожжение во дворе храма остальную тушу и шкуру даже и нечистоты все это выносит в быка и сжигают на огне внестана вместе где выбрасывают пепел это чистое место то есть это это очень интересно и написано что животное кровь которого внесена в святилище сжигается внестана на огне и коины не едят и шкура тоже не остается коину которая приносится жертву как в обычном случае то есть это такая жертва невероятная если сангедрин суд высший совершит такую-то ошибку не пишется что преступление именно ошибку то тоже так же как и первосвященник приносит быка также приносит и суд тоже быка приносит тоже кровь вносится в святилище и так дальше а вот есть и царь совершит ошибку то он приносит 2 народа приносит козла кричитную жертву и кровью не вносятся в святилище обмазывается в разрешении по глав жертвенника и коины будут есть жертву жировые части естественно сжигаются обе почки жир который не жир который на тазом который над печенью и так дальше в общем вот это сжигается и козел понятно что это невкусное мясо но никто не не сделает коины обязаны есть чтобы искупить вину это их не работа не все у них самое лучшее теперь винки урожаем и вода его естественно самое лучшее но здесь вот так не все и не все им так легко а если кто-то из народа совершит ошибку то он приносит козу вот так вот это вкратце немножко мы поговорили им кипуре что такое ем кипур наши мудрецы пишут что смиряйте души ваши это называется пост он идет больше двадцати пяти часов немножко с вечера 9 числа месяца тише по вечер 10 числа чуть больше суток мы не идем не пьем и мы не имеем права спать женами половая жизнь запрещена не имеем права одевать кожаную обувь женщины не пользуются косметикой и все запреты субботы тоже входят нельзя пользоваться огнем нельзя пользоваться транспортом вот такие запреты и нельзя умываться если надо помыть руки после туалета омывается только пальцы спрашивает кажется раввина вот только пальцы омывается и все есть естественно человек не может поститься потому что у него болезнь какая-то диабет или какие-то болезни что он не может поститься одного ответа нет спрашиваешь о своей раввина и он знает как в данном случае поступить он объяснит кому-то объяснить что можно маленькими логоточками там немножко воды попить если это необходимо или что такое ну это то каравин принимает решение нельзя самостоятельно что хотеть то и делать вот так вот стараться выдержать этот пост конечно надо потому что все мы хотим чтобы наши грехи были сняты чего нам всем желаю и всем желаю легкого поста и хорошей печати чтобы всевышний нас записал в книгу жизни и так надеюсь и будет и пусть всевышний закончит эту войну чтобы это уже закончилось чтобы нам было уже легче урок был дан за поединке души владимир бен григорий паулин бен ефим самым бен герш хаймал кабат йосин мир аббургам роза бот михаэль памяти яков бен нахум ури бен харитон медель бен мендель за здоровье светлана бот клара шимон бен мира фейга бот берта берт бот фейга марк бен нина и рабат цара шимон бен исхак борис бен мария анна бот ривка полина перв бот соня сура лена бот клара женя бот ида анна бот елена и гибель софья двором от меня мази бен ева ирина бот дворо йосин бен раиса и неса бот мэйл евгений бен берта эльгей бот это фирма она геннадий бен елена леор бен клара замазал парнасас гула ирина бот ри арон аре бенри хороший дух арон аре бен дворо дизбина хум гайба сара за здоровья еще ольга бот светлана я сюда бен цара таня бот фрида ида бот рива вадим бен татьяна юлия бот бела за парнаса и брюк валиру бен рая марина бот рая борис бен марина всего хорошего олегу маршенко и другим людям которые назвал всем бракам парнасакам она мазал то что мы это время не грешили учили тору будем готовиться к посту и емким пор мы должны представить себе в белых одеждах это единственный день году когда ты выше так говорит поступать все всем все самого наилучшего шалом а